Ситуация в Закавказье пока что далека от стабильной. Азербайджан в последнее время обвиняет Армению в обстрелах по всей протяженности государственной границы, это формулировка азербайджанского министерства обороны. Не очень правда понятно, как выглядят обстрелы по всей протяженности. Так можно сказать разве что об активной фазе боевых действий, как например, прошлой осенью в Арцахе, когда идет полномасштабное наступление и реальная война. Но реальность, похоже, мало заботит бакинских генералов. Почему? На наш взгляд, вариантов может быть два. Первый – это психическое расстройство. Второй – намеренное воспроизведение виртуальной войны с целью дискредитации российской миротворческой миссии. Оба варианта возможны. Первый – в силу очевидности. Большой войны, прямой сейчас в Закавказье нет. А второй даже более вероятен. Ведь если обратить внимание на тон сообщений азербайджанского министерства, практически всегда подчеркивается, если не прямая, то косвенная вина России в выдуманной ими самими эскалации. Похоже в Баку, в Анкаре, думается, это поняли сразу 9 ноября, там элита менее наивна. Наконец-то начали в полной мере осознавать, что никакой абсолютной победы Азербайджан в Арцахе не одержал. И в ближайшее время не одержит. При наличии миротворцев, любое нападение на Арцах будет расцениваться как нападение на Россию. А следовательно, для Баку и Алиева это тупик. Мы помним, что стало с Грузией и Саакашвили, когда они напали на Цхенвал и миротворцев в Южной Осетии. Через пару-тройку дней русским генералам пришлось разворачивать наши танки, чтобы они случайно не взяли Тбилиси. Так вот, Баку мечтает, чтобы Россия ушла из региона. Так как никакой азербайджанской победы нет, в стратегическом смысле. Есть тактические успехи. И это начал понимать обманутый Алиевым народ. Тактические успехи стоили ему порядка 10 тысяч жизней азербайджанских солдат. В триумфальном азарте этого не ощущалось. Но пыль осела и реальность начала проявляться. Конечно, на контрасте прошлогоднего экстаза, это больно и неприятно. Оказаться в западне и с кусками территорий, чей статус сомнителен. Отсюда, абсурдные в своем содержании информационные истерики и потуги бакинского генералитета, из которых, конечно, ничего серьезного не выйдет. Российские миротворцы в Закавказье надолго. На днях, кстати, ребята плодотворно позанимались боевой подготовкой. Поработали на полигонах из минометов. Все-таки мало ли что. Вдруг пригодится.